здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию немножко необычную вот такую нимфу то ли стример то ли нимфа но в большей степени она напоминает личинку стрекозы очень уловистая приманка по форели по сазану окуню ну в зависимости от величины не пропускает и другая белая рыба давайте изготовим и потом вы сами ее классифицируете я взял две стеклянные бусинки и оплавил их вот так на леске будем сейчас крепить глазки если у вас есть возможность можете пожалуйста изготавливайте их из латуни но учитывая то что рыбалку я буду производить нахлыстом я сильно огружать это все не буду нам понадобится совсем минимальное количество материалов практически то что у нас получается по отходам почти перед самым колечком я формирую вот такой шарик для того чтобы мне удобно было закрепить глазки крепим наши глазки вот приблизительно вот так нам будет с вами достаточно закрепили добавим еще капельку клея пока наши глазки будут клеится мы с вами немножко в районе будущего торакса намотаем немножечко свинца доматываем почти под самые глазки и здесь отрезаем промажем клеем и промотаем сильно можно не усердствовать с выравниванием главное подкрепить его так чтобы он у нас не прокручивался годится нить уводим до загиба и теперь здесь мы будем крепить элементы нашего хвостика я уже неоднократно вам показывал фильмах что есть вот достаточное количество вот таких вот перьев которые у нас идут по остаткам поэтому я всячески стараюсь не выбрасывать тот материал который у нас есть из него можно всегда изготовить хорошую мушку или стример который прослужит 5-10 про поклевок но он у нас хорошо отработает я подготовил вот таких два перышка обыкновенных пуховых и два вот таких пуховых укладываю их изначально одно перышко снизу второе перышко вот такое сверху делаю такой своеобразный вот такой пирог из перьев если есть у вас марабу пожалуйста используйте нанесу капельку клея на место крепления хвостика крючок вы уже будете подбирать под свою рыбалку я изначально взял несколько больший крючок для того чтобы отсеять мелкого окуня и плотву с красноперкой вот так и теперь мы с вами спокойно отрезаем остатки наших перьев не выбрасываем извините они все равно нам еще потом пригодятся подхватили вот так все перышки вот вышел такой симпатичный у нас бутербродик для того чтобы изготовить чехольчик моей мушки нам понадобится охотничий фазан вырежем небольшой кусочек подровняем бородки и вырежем небольшой кусочек для того чтобы сверху накрыть чехольчиком мою нимф очку с десяток ну может самое большое полтора десятка бородок вот у меня вышел вот такой вырез я укладываю радужная вот такой таким рисунком этим ярким вниз для того чтобы потом дальнейшем можно было переломить и закрепить мне вдоль тела крепим здесь подровняли подхватили наше перо оставили теперь я буду использовать золотой люрекс можете серебряный как вам будет удобно я его креплю здесь у загиба пару оборотов и буду сегментировать тело обыкновенной леской 0 1 0 12 то есть та которая у вас будет но желательно чтобы не было она толще сделали промотали подготовили наше тело тело мы будем все изготавливать из остатков наших пуховых рябых перышек или же если у вас есть остатки перьев марабу которая вам немножечко некуда применить их тоже можно использовать вот я допустим сейчас нащипаю у меня имеется немножечко перьев марабу закреплю и здесь если будет у вас образовываться рыхлость в теле и будут торчать перышки рыхлость желательно устранять так как у нас тело должно быть несколько крепеньким так как окунь у нас хорошо тоже терзает нашу мушку что не приветствуется в данный момент перышки которые торчат это не страшно они у нас потом все подгладятся как я уже говорил желательно не отрывать а желательно отрезать тогда наши все пуховые перышки будут вот так более симпатично наматываться на тело перышки которые явно вот так торчат их можно конечно убирать чтобы они нам не мешали в районе грудки то есть торакс ближе к глазкам мы должны сделать как можно пышнее нашу грудь поэтому я здесь для изготовления возьму совсем совсем немножечко дабинга рыжего которого кролика из кролика добавим еще пуховых немножко вот буду брать буквально из шкурки отрывая и вот так добавлять на нашу нить сильно не усердствуем потому что мех кролика намокает несколько лучше чем перо пуховое чтобы не сильно у нас клевал наш стример проматываем вот так промотали еще добавим она должна быть у нас достаточно пышной наша голова грудь и теперь я беру обматываю люрексом с равным шагом не сильно усердствую вот так наше тело тело дошли до глаз закрепили остатки отрезали так как нам в районе груди люрекс не нужен мы еще добавим немножечко нашего даббинга в районе глаз увеличим еще чуть-чуть нашу голова грудь вот тогда пройдем немножечко между глазок и за глазками оставляем нашу нить так как у нас грудь и голова коричневая я немножечко подкрашу коричневым фломастером и берем теперь наш верхний чехольчик подводим выравнивая чтобы он ровненько без бугорков лежала на сверху прихватываем его вот так за глазками подхватили берем нашу леску и аккуратненько продавливая тело начинаем делать сегментацию выберем или передней или задней заднюю кромку люрекса где мы будем проходить вот мы дошли до уровня груди и теперь я одним широким шагом перевожу леску месту крепления и здесь здесь же ее мы закрепим леску подхватили капнем капельку клея и остатки отрежем очень удачный стример который на форелевых прудах даже иногда охрана просила не применять несмотря на то что мы всю пойманную рыбу отпускали форелью эту нимфочку не пропускает сделали теперь я нитью сделаю пару оборотов возле колечка переламываю мое перо сделаю также парочку оборотов пока ничего не предпринимаю перевожу нить за глаза и здесь еще совсем совсем немножечко нанесем даббинга придадим объемность нашей мушке даббинга из кролика вот так еще даже немножечко можно годится для того чтобы не выполнять много лишних оборотов я сразу смажу нить клеем переламываю остатки перьев за глазки и здесь я их подхватываю вот так остатки удаляем делаем завершающий узел как вы видите друзья вышла у нас довольно таки симпатичная нимфочка которая вроде бы и стример и в то же время в большей степени напоминает у нас личинку стрекозы я верхнюю часть чехольчика скрыл лаком но после того как он пропитается мы еще раз ее эту спиночку вскроем почему потому что у нас самое слабое место при изготовлении всей нашей мушки так она крепкая достаточно долго служит но учитывая то что вверх у нас выполнен из пера охотничьего фазана то желательно его пропитать можно заменить на полиэтиленовую пленку как вы захотите вот и все благодарю вас за внимание до скорых встреч